Разница между тем, кто станет успешным и тем, кто им никогда не станет лишь в образе мыслей. Твоя жизнь начнет меняться только тогда, когда появятся правильные мысли в твоей голове. Поэтому я подготовил для тебя мега сборник умных мыслей. Аж целых 69. Смотри и внедря их в свой мозг. В твоей жизни есть либо проблемы, либо цели. Вселенная потратила слишком много энергии, чтобы ты появился на свет и дожил до этого дня. Она вложила в тебя потенциал и хочет, чтобы ты его реализовал. Поэтому если ты не ставишь перед собой целей, она будет подпинывать тебя к ним, создавая в твоей жизни стимулирующие проблемы. Так что если не хочешь проходить через эти негативные испытания, начни ставить цели и к чему-то стремиться. Как это сделать, ты можешь узнать из этого видео. Делай то, что делает тот, кем ты хочешь стать. Каждый успех это индивидуальный путь. Но во многом эти пути схожи и похожи. Поищи людей, которые уже достигли того, чего хочешь ты. Изучи их опыт. Выбери то, что ты можешь начать делать уже сейчас и займись этим. Мысли обычного человека состоят на 90 % из мыслей, которые были и вчера. Из старых мыслей новое никогда не появится. Хочешь изменить жизнь к лучшему – начни думать другие мысли. Из новых мыслей появятся новые решения. Новые решения приведут к действиям, которые ты еще не делал. Из них появятся другие результаты. Где взять новые свежие мысли для лучшей жизни ? Ответ в этом плейлисте. Только действия снижают силу сомнений и неуверенности. В своей жизни ты уже не раз преодолевал трудности первых начинаний. Так ты научился ходить, ездить на велосипеде и говорить. Страх это нормальное явление перед чем-то новым. И если бы ты вместо того, чтобы ползать и пытаться вставать начал искать какие-то методики борьбы со страхом, ты бы так и не научился ходить. Просто сделай что-нибудь и страх сразу уменьшится. Сделай еще что-либо и многие сомнения потеряют свою силу. Действия – самый быстрый способ обрести уверенность в своих силах. Ожидание и контроль результата – бесполезная трата времени и сил. Пытаясь достигнуть какой-то цели мы все ожидаем что-то получить. Но всегда реальность расходится с нашими ожиданиями. Поэтому контролировать это бесполезно. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на том, что ты действительно можешь контролировать на своих действиях и мыслях. Если ты будешь делать все, что от тебя зависит, успех тебе гарантирован. Пробуй пока не получится Средний миллионер проходит примерно 3 банкротства и в общей сложности 17 неудачных попыток. И только 18 попытка делает его миллионером. Да, у тебя может все получиться с первого раза. Но скорее всего придется пройти через череду неудач и даже серьезных падений. Но каждый раз помни, что ты стал на одну попытку ближе к своему успеху. И с этой мыслью начинай новые действия по достижению своей цели. Ты либо развиваешься, либо деградируешь В природе нет понятия стабильности. Есть либо рост, либо разрушение. Если сегодня ты ничего не сделал для движения вперед, значит завтра твоя мотивация будет чуть меньше, а лень чуть больше. Попробуй пролежать в кровати неделю не вставая. И через 7 дней ты уже с трудом сможешь подняться на 5 этаж. Полежи в кровати месяц и ты не сможешь ходить. Помни об этом, когда тебе захочется на денек расслабиться. Успеха добивается только тот, кто каждый день без выходных и праздников что-то делает для его достижения. Действуй и у тебя все получится. Сравнивай себя только с самим собой. Ты можешь быть самым последним лузером, но если каждый день ты будешь становиться хотя бы на 1 % лучше чем вчера, то рано или поздно это поможет тебе стать успешным. Но если ты сравниваешь себя с лидерами, то даже не начнешь действовать, потому что тебе до них как до солнца. Такие сравнения лишь снижают твою самооценку и мотивацию. Стать лучше на 1 % может любой. Стать лучше сразу на 100 % не может никто. Сосредоточь все, что у тебя есть на простой задаче – стать сегодня лучше чем вчера. Именно об этом думают все успешные люди. Если это получится – успех тебе гарантирован. В твою жизнь приходит только то, о чем ты думаешь. Путь к любой цели начинается с мысленного образа в твоей голове. Чем он четче, конкретней и яснее, тем быстрее цель становится реальностью. Но если твои мысли хаотичны и в них нет фокусировки на чем-то одном – не удивляйся, что достижение мечты идет очень медленно. Напряги свой мозг, определи чего ты хочешь от жизни. Создай из этого конкретный образ и начни думать и представлять это каждый день. Именно это и значит мыслить как миллионер. Мозг не может ни о чем не думать. Он не может остановить поток мыслей ни на секунду. И если ты ничем не загружаешь свой мозг – он будет сам искать пищу для ума. И почти всегда эта информация абсолютно бесполезна для твоей жизни. Так что чаще включай сознание, чтобы настроить мозг на действия и мысли, которые помогут тебе добиться своей цели. Твои шансы на успех равны 50 %. Ты либо достигнешь цели, либо нет. Но в большинстве случаев количество попыток не ограничено. И если сегодня ты потерпел неудачу, то никто не мешает тебе попробовать еще раз. А значит твои шансы на победу практически приближаются к 100 %. Путь к успеху это марафон, а не 100 метровка. Если взять всех миллионеров, то их средний возраст будет далеко за 40. А если вчитаться в их биографии, то можно понять еще 2 вещи. Свой путь к успеху они начали в возрасте 7-8 лет и в среднем более 10 раз терпели полный крах и начинали все с нуля. Не ищи легких и быстрых путей. Их нет. Ищи то, что будет делать тебя лучше и используй это. И рано или поздно достижение больших результатов станет для тебя обычным делом. Победителем можно стать лишь победив себя. Неважно где ты сейчас находишься. Если каждый раз ты будешь показывать максимум того, на что ты сейчас способен, ты будешь победителем независимо от результата. В этом и заключается личностный рост. И даже если сегодня ты занял последнее место, то с таким подходом ты очень скоро станешь первым не только для себя, но и для других. Люди страдают не от того, что происходит, а от своего отношения к происходящему. С тобой может произойти что угодно, но только ты определяешь, как на это реагировать. Вовсе не обязательно проклинать водителя машины, который только что забрызгал твой лучший костюм. Производить негативные мысли нет смысла, они не двигают тебя вперед. Просто носи с собой образ своей цели, доставай его каждый раз, когда что-то отвлекло тебя, чтобы снова настроиться на достижение цели. И продолжай двигаться вперед, как ни в чем не бывало. Потому что только это поможет тебе сделать свою жизнь лучше. Самый главный в твоей жизни человек это ты сам. Чем больше времени ты уделяешь своему развитию, тем большие возможности перед тобой открываются. Но постоянное переключение внимания на нужды других людей сильно тормозит твой личностный рост. Сделай главным в своей жизни самого себя. Именно так думают успешные люди. Чем сильнее будешь ты, тем лучше будет окружающим тебя людям. Правило 10 000 часов Не ищи быстрых результатов и не надейся на чудо. Результаты и достижения приходят к тем, кто сможет посвятить какой-то деятельности 10 000 часов в своей жизни. Только после этого ты начнешь что-то понимать, в чем-то разбираться и чего-то достигать. Наберись терпения, засучи рукава и действуй несмотря ни на что. А когда случится неудача вспомни сколько часов тебе еще осталось и действуй дальше. Потому что через 10 000 часов успех тебе гарантирован. Утро самая важная часть дня От того как ты начнешь утро зависит как ты проведешь весь день. Первый час после пробуждения самый важный. Учись настраивать себя на победу. Это видео поможет тебе создать самовнушение на успех на целый день. Человек двигается туда, куда направлен его взор. Куда смотрят твои глаза. Чему посвящены твои мысли. Чем ты занят каждый день. Сфокусируй все, что у тебя есть на чем-то одном. На месте, в котором ты намерен оказаться. Держи этот образ в своем мозгу постоянно. Избавляйся от левых мыслей и очень скоро ты поймешь как туда попасть. Подвергни сомнению, а лучше забудь все, что ты знаешь. Если бы это вело к успеху, то все давно бы стали успешными. Скопировать чужой успех невозможно. Любой успех это индивидуальный личный путь. Он есть и у тебя. Закрой глаза и попробуй почувствовать где ты получаешь больше всего позитивной энергии и эмоций. И начни в этом развиваться. А твои действия покажут где и какую информацию нужно получить, чтобы ускорить свое продвижение. Бояться надо одного, что жизнь закончится, а ты так и не успел ничего сделать. Как-то среди обитателей дома престарелых провели опрос, что бы они изменили в своей жизни, если бы начали ее сначала. Все их ответы можно свести к одной фразе – я рисковал бы гораздо больше. Самое лучшее время что-то сделать это сегодня. Потому что завтра опять будет сегодня. Только твоя жизнь будет уже на один день. Короче, ты можешь всю жизнь бояться пауков, публичных выступлений и еще сотни других вещей. Но рано или поздно ты спросишь самого себя – почему же я не попытался сделать хоть что-то. Не жди этого момента, потому что чаще всего он наступает, когда ты уже слаб, немощен и стар и не можешь ничего изменить. У тебя есть шанс все изменить прямо сейчас. И не говори потом, что тебе этого никто не говорил. Действуй здесь и сейчас. Ты не хуже и не лучше других. Ты такой один. Ты родился там, где нужно, в то время, которое нужно, с теми способностями, которые нужны, чтобы реализовать заложенный в тебя потенциал. А значит путь к успеху открыт. Ведь так как ты единственный и неповторимый, то у тебя просто нет конкурентов. Что бы ты ни делал, ты продаешь себя. Свое время, свои возможности, свой потенциал. Потому что без взаимодействия с другими людьми стать успешным невозможно. Так что с этого дня начни создавать компанию имени самого себя, в которой ты генеральный директор. Твой имидж, уровень знаний, манеры поведения, все это и многое другое либо помогают тебе продавать себя, либо нет. Поэтому составь список того, что поможет тебе продавать себя лучше и начни это развивать в себе. Твой самый главный ресурс это жизненная энергия. Ни время, ни знания, ни что-либо еще. Когда у тебя лень и апатия, никакие знания тебе не помогут. У тебя просто нет сил, чтобы действовать. Когда у тебя усталость, твои мозги плохо соображают. А значит сколько бы у тебя не было времени, ты все равно будешь использовать его неэффективно. Так что займись прокачкой своей жизненной энергии с помощью этого видео. Действия лучше раздумий. Лучше сделать, ошибиться, понять как не нужно делать и повторить действия еще раз, чем думать, размышлять, прорабатывать информацию, обсуждать с кем-то, ждать лучшего момента. Действия это единственный способ достижения цели. Так что действуй чаще и больше. Самый главный в твоей жизни человек это ты сам. Твоим близким нужен сильный, уверенный, умный и успешный ты. Это возможно только в одном случае, если большую часть времени ты будешь уделять лично себе, своему совершенствованию. Если же будешь думать о других чаще, чем о себе и больше времени отдавать другим, а не себе, то твоя жизнь будет похожа на выжатый лимон. И в итоге ты везде будешь проявлять себя ниже своих возможностей. Никто кроме тебя тебе не поможет. Ты можешь надеяться на работодателя, государство, счастливый случай или верить в чудо. Но кроме тебя самого тебе никто не поможет. А если и поможет, то тебе придется за это много чего отдать. Пока ты сам что-то не сделаешь, в твоей жизни ничего не изменится. Так что действуй, ведь за тебя это все равно никто не сделает. В жизни нет правил. Нас с детства приучают к правилам. Но все это для тех, кто хочет прожить стандартную жизнь. Если ты хочешь чего-то большего, ты должен забыть о правилах. Это твоя жизнь и значит ты сам устанавливаешь для себя правила. Почитай истории успеха и ты поймешь, что все богатые и успешные люди всегда шли своим путем. Делай, что можешь с тем, что у тебя есть сейчас и не ожидай ничего взамен. Как часто мы чего-то ждем, проводя время в бездействии. Еще чаще мы хотим достичь какого-то конкретного результата. Но откладывая на завтра ты просто теряешь время. А результат вообще вне нашего влияния. Единственное, на что ты можешь повлиять – это на свои действия. Так что делай то, что нужно и делай это прямо сейчас. Только так можно стать успешным и повысить эффективность в делах. Чем меньше думаешь, тем больше делаешь. Среди богатых и успешных людей много тех, у кого нет высшего образования. Еще больше тех, кто начинал свой путь к успеху в 10 и даже в 6 лет. Но очень мало тех, у кого 2 и более высших образования. Не гонись за знаниями. Действуй. Потому что знания без действий это как жир на животе. Вроде есть, но пользы никакой. Все внимание и усилие трать на то, в чем ты силен. Свои слабые стороны делегируй и закрывай с помощью других людей. Если тебе не дано от природы быстро бегать, то сколько бы ты не тренировался, ты всегда будешь проигрывать. Выдели свои сильные стороны и качества и займись их развитием. Ты силен настолько, насколько развиты твои таланты. Нереальных целей нет. Есть нереальные сроки. Мечтай по крупному. Не нужно ограничивать себя. Твоя цель и ты находятся на разных уровнях развития. И если она тебе кажется недостижимой, это нормально. Начни развивать себя и очень скоро нереальность достижения цели рассеется. Мы не можем одновременно заниматься двумя делами требующими нашего сознания. Занимаясь одновременно несколькими делами ты каждое из них делаешь с низкой эффективностью. Забей на тайм-менеджмент. В текущий момент времени брось все свои ресурсы и внимание только на одно дело. И ты удивишься, каким продуктивным и эффективным ты станешь. Гораздо важнее не то, что ты знаешь, а кого ты знаешь. Но еще важнее, кто знает тебя. Знать все обо всем невозможно. Именно поэтому успешные люди имеют круг знакомых и консультантов, которые помогают им быстро получить нужные знания. Также они всегда открыты для помощи другим людям. Потому что знают, что это самый быстрый способ завязать знакомство с нужными людьми. Финансовая независимость дороже демонстрации финансового статуса. Можно разговаривать по айфону и ездить на иномарке. Но если все это куплено в кредит, то в этом нет никакого смысла. Когда ты берешь кредит, ты отупляешь свой мозг. Ему не нужно думать, как заработать больше денег. Ты уже получил то, что хотел. Остается лишь поддерживать уровень и выплачивать кредит. Так что если хочешь крутую тачку напряги извилины и подумай как. Все твои проблемы решены уже тысячи раз другими людьми. Найди любого и спроси как. Каждый из нас уникален. Но вот жизненные проблемы на 99 % одинаковы. Чтобы их решить максимально быстро нужно найти людей, которые их уже решили и узнать, что они сделали для этого. Это самый эффективный способ достижения успеха в любом деле. Хочешь получить того, чего у тебя еще нет – начни делать то, что еще не делал. Делая одно и то же ты будешь получать одно и то же. Изменения в действиях приводят к изменению в результатах. Попробуй сделать что-то новое и ты поймешь как реализовать свою мечту. Единственная разница между тобой и очень успешным человеком это мысли. То, о чем ты думаешь большую часть времени и приходит в твою жизнь. Начни думать о позитиве и своих целях. А негативные мысли убирай с помощью техники резинка на руке. Надень любую резинку на запястье и каждый раз, когда поймаешь себя на негативные мысли, оттягивай ее и отпускай. Через такую мини боль ты будешь включать осознанность и быстро переключаться на позитивные мысли. Жизнь может закончиться в любой момент. Ждать лучшего момента бессмысленно. Завтра или когда-нибудь Для миллионов людей это хорошая отговорка, чтобы сегодня ничего не делать. Но пойми простую вещь. То, что средняя продолжительность жизни составляет около 70 лет, никаких гарантий тебе лично не дает. Твоя жизнь может закончиться в любой момент. Перестань ждать, начинай действовать здесь и сейчас. Если ты мечтаешь о чем-то, ты можешь этого достигнуть. Если бы не мог, мысли об этом никогда не пришли бы тебе в голову. Если в твоей голове есть какая-то мечта, значит ты можешь ее достигнуть. Да, сейчас у тебя мало знаний, опыта и сил для этого. Но на то она и мечта, чтобы ради ее достижения совершить большой путь саморазвития. Чем меньше твои цели, тем выше конкуренция. Мечтай по крупному. В больших целях конкуренции почти нет. На место офис-менеджера в крупных городах претендует несколько сотен кандидатов. Чтобы создать свой бизнес или стать актером конкуренция намного ниже. Не нужно плыть по течению жизни. Не нужно искать простых путей. Ищи свой путь. Ведь там конкуренции нет вообще. Все, что тебя сейчас окружает, когда-то считалось невозможным. Так что действуй и иди вперед. И у тебя тоже все получится. Подумай. Ведь еще 40 лет назад не было телефонов и компьютеров. А сейчас это обыденность. То же самое и с твоей жизнью. Почитай истории успеха богатых людей. И ты поймешь, что то, чего они сейчас достигли, им самим в 20 лет тоже казалось невозможным. Так что просто иди к своей цели и делай сейчас то, что можешь. Ничто так не приближает мечту, как действие. Мы живем в материальном мире. Самый быстрый вариант что-то получить это что-то сделать. Зачем годами развивать силу мысли в надежде, что когда-нибудь эти визуализации и аффирмации сработают. Когда можно просто пойти, сделать и получить результат. Научись совершать практические действия и ты увидишь, как твоя мечта становится все ближе к тебе. Тот, кто хочет – делает. Кто не хочет – придумывает отговорки Мне часто приходят вот такие комментарии, в которых люди начинают прикрываться своей якобы уникальной ситуацией и проблемами, которые мешают им выполнить рекомендации из видео. Но отговорки ведут лишь к тому, что человек продолжает жить жизнью, которая его не устраивает. Если ты хочешь изменить жизнь – перестань думать о том, что тебе мешает. Начни думать, как это реализовать и что может тебе помочь. И рано или поздно ты найдешь решение проблемы. Самая большая опасность таится в слишком маленьких целях. Зачем ты родился – уж точно не для того, чтобы 30 лет получать среднюю зарплату по России, выйти на пенсию и ждать конца. Твои цели определяют твои действия. Хочешь большего от жизни – просто умножь на 10 свои цели. Не нужно париться, а возможно это или нет. Просто повысь планку и начни искать варианты реализации мечты. Количество попыток не ограничено 1 капля не нанесет никакого ущерба камню. И даже 100 капель ничего с ним не сделают. Но миллион капель вполне могут продолбить в камне дырку. К счастью, человеку для достижения успеха требуется намного меньше попыток. Весь вопрос в том, чтобы не останавливаться. Не получилось 10 раз – попробуй в 11-й. Ищи другие варианты и возможности. И рано или поздно ты достигнешь своей цели. Когда-то наступит момент, когда уже ничего не изменишь – старость. И тогда ты начнешь себя спрашивать, почему ты не изменил ничего раньше. Тебя будет ждать жесткое разочарование от зря прожитой жизни. Не доводи до этого. Лучше жалеть о сделанном, чем постоянно что-то откладывать до тех пор, пока уже ничего не сможешь изменить. Действуй каждый день. Твоя жизнь ограничена рамками твоего мозга. В Индии маленьких слонов привязывают на колышек. Они пробуют его вырвать, но не могут. После нескольких попыток они навсегда перестают это делать. Став взрослыми, они могут без труда вырвать этот колышек. Но в мозгу есть память, что когда-то у них это не получилось и они больше не пробуют. Выйди за рамки своего мозга. Если у тебя что-то не получается, значит тебе просто нужно стать умнее и сильнее. Сделай это и ты сможешь реализовать то, что раньше казалось тебе невозможным. В жизни нет безопасности. Есть лишь возможности. Не ищи теплого местечка, комфорта или стабильности. Мы пришли в этот мир, чтобы развиваться. А не достигнуть какого-то уровня доходов и отойти от дел. Поэтому как бы ты не хотел стабильности и покоя, вселенная все равно подкинет тебе возможности для саморазвития. Не считай это проблемой. Воспринимай это как способ стать сильнее и лучше. Любое действие приближает тебя к успеху. Стив Джобс, будучи студентом, закончил курсы каллиграфии. Он сделал это просто так задолго до создания Apple. Эти курсы помогли ему создать шрифты для своих первых компьютеров, которыми сейчас пользуется весь мир. Любое действие дает тебе опыт и знания, которые точно пригодятся тебе в будущем. Главное действуй каждый день и очень скоро количество перейдет к качеству. И ты станешь намного успешнее, чем сейчас. Туда куда ты идешь сейчас нет ничего из того, что хочешь ты. Что будет через 10 лет, если ты ничего не поменяешь в своей жизни. Достигнешь ли ты своих целей или будешь все так же далек от них, как и сейчас. Чтобы получить то, чего у тебя еще нет, нужно начать делать то, что ты еще не делал. Поразмысли над этим либо просто забудь про свои мечты навсегда. Твои результаты – лучшее доказательство для всех Если твои близкие или коллеги пытаются тебя отговорить от твоих целей или даже мешают этому – не нужно никому ничего доказывать. Слова слишком слабы. Но твои результаты заткнут рот всем критикам и даже заставят их поверить в тебя. Так что просто продолжай делать то, что нужно до результата. В жизни случаются только две вещи – то, что мы страстно хотим и то, чего мы страшно боимся. Происходит это потому, что наши страсти и страхи основываются на сильных чувствах и эмоциях. А если совсем просто – на нашей энергии. То, во что ты вкладываешь свою энергию и будет реализовываться в твоей жизни. И только от тебя зависит, куда ты ее будешь кладывать. Задавай себе этот вопрос каждое утро. Если бы это был последний день моей жизни, стал бы я делать то, что собираюсь делать сегодня. Если несколько дней подряд ты отвечаешь нет, значит нужно задуматься о том, как изменить жизнь к лучшему. Достижение твоей цели лежит в плоскости страшно легко Давай подумаем, что может очень быстро приблизить тебя к достижению цели. Только встреча с человеком, который этой цели уже достиг. 1 час личного общения сэкономит тебе уйму времени, денег и сил. А также избавит от иллюзий и предостережет от ошибок. Сделать это легко, но страшно, потому что ты этого никогда не делал. Но выбор как всегда за тобой – пробивать путь к успеху своим лбом или спокойно учиться на чужом опыте. Как только ты перестанешь предъявлять претензии к миру – на их место придут удачи и победы. Если ты кинешь в стену мяч – он вернется к тебе. Так и в жизни. Что ты отдаешь в мир – то мир отдает тебе обратно. Если ты чем-то недоволен – ты будешь получать ситуации, от которых твое недовольство только будет расти. Если ты нахамил кому-то – то кто-то потом нахамит тебе. Что отдаешь – то и получаешь. Хочешь счастья в жизни – начни отдавать в мир позитив и добро. На твоем пути нет конкуренции. Дорога к твоему успеху свободна. Там нет никого. Потому что она предназначена только для тебя и только ты можешь пройти по ней. Решение всегда там, где ты не понимаешь. Если бы понимал, то и решение уже нашел бы. А раз нет – значит ты его еще не знаешь. И поэтому сидеть и думать бессмысленно. Нужно искать новую информацию и внедрять ее в свой жизненный опыт. Деньги – это отражение твоих действий. Если ты зарабатываешь мало денег – значит предпринимаешь мало усилий. Либо делаешь не те усилия, которые нужны. Понаблюдай за богатыми и успешными людьми и ты увидишь многое, от чего стоит отказаться. И многое, что стоит начать делать, чтобы зарабатывать больше. Ночь принадлежит следующему дню Не выспался и день потерян. Твой успех завтра зависит от того, как ты ляжешь спать сегодня. Подумай над этим и настрой свой сон. В этом тебе поможет это видео. Ссылка на него в правом верхнем углу. Предсказуемость – это то, что убивает сильнее всего. Быт и однообразность делают твой мозг зашоренным и неспособным генерировать новые идеи. А без них ты никогда и ничего не добьешься. Так что встраивай в каждый свой день что-то новое и незнакомое. Ты не достигаешь целей, потому что боишься. А что дальше ? Когда есть цели, есть к чему стремиться. Но когда их нет – жизнь теряет смысл. И поэтому подсознательно ты сдерживаешь себя, чтобы не потерять этот смысл. Но здесь переживать не стоит. Каждая цель похожа на восхождение на гору. Забравшись на вершину ты начинаешь видеть новые цели. А значит потерять смысл невозможно. Нужно начать двигаться, чтобы найти свою цель. Сидя в 4 стенах и смотря на красивые картинки невозможно понять, что ты хочешь от жизни. Так можно определить только стандартные цели как у всех. Но найти вдохновляющие и мотивирующие лично тебя цели можно только выйдя из дома и интернета в реальность и начав действовать. Человек боится потерять то, что не сможет постановить. Чтобы достигнуть большего нужно отказаться от малого. Ты боишься уйти с нелюбимой работы, потому что боишься не найти другую. И еще куча других страхов, которые сдерживают тебя. Но подумай вот над чем. Чтобы взлететь вверх нужно быть свободным от балласта. Таща на себе страхи, прошлые неудачи и кучу другого барахла тебе никогда не взлететь. То есть не достигнуть больших целей. Начни отказываться потихоньку от балласта и ты будешь потихоньку взлетать. Масштаб твоей реальности равен масштабу твоих мыслей. Читая истории успеха богатых и успешных людей я всегда замечал, что уже в возрасте 20 лет они имели видение каких-то глобальных целей и планов. В то время как мышление обычного человека редко заходит дальше планов на отдых и трат зарплаты. Так что начни думать и мечтать по крупному. Чем шире твои мысли, тем легче тебе стать успешным. Не важно что ты делаешь. Важно чему ты научился сегодня. Делая одно и то же ты будешь получать одно и то же. Учась новому ты будешь получать что-то новое. И рано или поздно это позволит тебе выйти на новый уровень жизни и достигнуть успеха. Мысли в настоящем как будто ты в будущем. Бери образ целей, которых хочешь достигнуть. Думай о них в настоящем и ты увидишь путь как к этому прийти. Начни жить исходя из своих будущих желаний. Думай о них большую часть времени. Живи мыслями о будущем и очень скоро оно станет твоим настоящим. Жизнь не дает проблем, она дает только возможности. Когда-то меня уволили с нелюбимой работы. Тогда я обижался на жизнь и работодателя. Но сейчас вижу, что жизнь просто открыла для меня новые возможности. В итоге я стал экспертом в поиске работы и даже написал книгу на эту тему. И по прошествии нескольких лет создал свой бизнес. Так что не думай о проблемах, а думай о возможностях, которые они открывают перед тобой. Все вокруг это просто проекция тебя. Если хочешь изменить жизнь к лучшему, то прежде всего нужно изменить себя. Хочешь больше любви – начни давать ее окружающим тебя людям. Хочешь больше денег – начни тратить больше денег на свое образование, одежду и вещи, которые помогут в саморазвитии. И так во всем. Хочешь что-то от мира – начни давать это миру. И он ответит тебе тем же. Свобода возможна только внутри себя Мы все ищем свободы. Кто-то финансовый, кто-то от родителей и так далее. Но все это виртуальные свободы. Потому что настоящая свобода может быть только внутри тебя. Загляни внутрь себя и ты увидишь, как прошлые события влияют на твое настоящее, ограничивая тебя. Ты увидишь страхи, комплексы, знания и кучу других вещей, которые делают тебя несвободным. Начни от этого избавляться и ты обретешь истинную свободу. Все всегда индивидуально – нет готовых рецептов успеха. То, что помогает мне, для тебя может не работать. И наоборот. Так что просто пробуй, миксуй и ищи то, что для тебя сработает лучше всего. На этом все. Хочу напомнить, что самый лучший способ стать успешным в жизни – это реализация своего таланта. Как его найти ты можешь узнать кликнув на аннотацию в левом нижнем углу. Продолжение следует. Продолжение следует.